Леонид! 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 Рус! Пойми, я бы всё знаю! А я про русских. Это что-то случилось. Надо и расшивать войск. Ниндей! 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 Почему мы вас не видим, а видим каких-то идиотов типа... Ну у меня, пожалуйста, просто... А зачем вы смотрите, если я не вам идиоты? Я тоже могу понять, что вы говорите. У меня есть блог, пожалуйста, называйте. Пожалуйста, посмотрите. Спасибо. 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 Да, пожалуйста. Да. Говорите. У меня вопрос по поводу всё-таки антибиотического, потому что он ведь это действительно... Я, честно говоря, я могу вам помочь. И у него есть несколько... Вы знаете, весь мир живёт с национальными предрассудками. Всегда. В большинстве стран мира не любят ангеликанских. Это известно. Попариваются, уважаем. Как-то говорят, что да, богатые, успешные. Ну, почти никогда не любят. Англичане не любят французов. Французы им платят в той же момент. Вместе они терпеть не могут лениться. У русских очень плохая репутация. Кроме сербов, балкар и грузин, отчасти, никто русских не любит. Ну, и так далее. Почему только антисемитизм? Ну, в этом царе, кому большинство людей, некоторые предупреждения по поводу лиц арабской национальности и вообще исповедующих ислам. So, the answer is most of countries have various ethnic prejudices. Most countries, for example, don't like Americans. They might be a American American, they're in a spectrum, they think Americans are wealthy and successful, but in most countries, people don't like Americans. The same is true. They like both the British, the French, they usually dislike each other, and together they move to Germany. As for Russian, except for served, Bulgarians, и другие люди, и так далее. Поэтому вопрос о том, почему вы спросите о ассортиментах? Потому что я уверен, что здесь может быть какие-то прежние, касающиеся людей в аэропорту или мусульманах. Я уверен, что это не слышно. Да невозможно бороться с явлением. Да невозможно бороться с явлением. Ну, встаньте, наконец. Ну, не боритесь с явлением. Оно, как ты говоришь со мной, не рассчется в этом мире, оно с убедением. Ну, что такое? Ну, может, все считают, что итальянцы вот так вот едят спакетти и играют по мандолинам. Ну, что дальше? Люди живут стереотипами. Ничего невозможно поделать разделение на свой чудовый. Это всё исправляется только личными контактами. На уровне обобщений, какие вообще армяне, какие вообще персы, какие вообще китайцы, это всегда стереотипно. Если у вас есть китайские друзья, у вас хорошее отношение к китайцам. Но если вы, в принципе, читаете в прессе про то, что мир уже не может прожить без товаров, в знаке сиема на Чайна, у вас охватывает вопрос. Ну, у вас это моё, что вам не нравится? Пожалуйста. А вы хотите, пожалуйста, вы считаете Россию типерная нация на русских, вторая русская? Да, один, два, три – это евреи, нации, веземы. А кого вы считали четвертой, пятой нацией? Кто бы это потар и армяне? Армяне точно, да. Вопрос о том, кто четвертая типерная нация наравне с русскими, да. Есть, конечно, понятие русской армяне. Есть понятие армяне московского разлива, да. Каньян армянский, конечно, назывался. Вот, говорили, идя армяне, которые в Ереване, они говорят, ну что, что ты будешь? Да, может, пусть вырастет. Вот, все эти бабаяны, которые стали бабаевыми, они, конечно, много. А армяне ставшие армяне, нет. Все московского разлива. Спасибо. И можно вопрос? Нет, нет, нет. Я сейчас, не умаляя, в роли татар, которые, конечно, самые большие разговаривали в Венчинском России сегодня, после Роспорта Союза, да, все-таки речь идет... Татары очень мало были представлены великих традиционных. И в силу вероисповедания, ну, в силу разных причин. Вот. Все-таки у армян четвертое место по присутствию еще и были. В широчайшем диапазоне от Лорис Меликова, от Украина, и от Леонидов до Баграмяна. Вот. Этого много, понимаете. Правиты все-таки образуются от того, что есть резонанс от деятельности звезд. Без этого нельзя. Ну, да, извините. So, the question is, you mentioned that Georgians, Jews, and Germans are three ethnicities that are sort of grossified. So, if you could name a fourth of the federal entity, would you include, for example, Armenians? So, yes, of course, there are Russian Armenians, there are Armenians who do, for example, there's the Moscow diaspora of Armenians, who are grossified Armenians, and Armenians and Armenians don't take them very seriously because they do those grossified. Татар, there are very many Tartars in Russia. But they are not very well presented because of their faith differences and because traditionally they are not very visible. But actually, they are fourth among the elites in terms of the number of the Tartars. Of course, all of this has to do with various trends in society and the support of these ethnicities to have stars who are famous for them to have this belief. So, we look at the leaders of Russia, the co-leaders of Russia, и в различных годах русских историй, в основном руководители были русские, русские, немцы и русские. Спасибо, Леонид. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Спасибо за ваше творчество, во-первых, и посмотрели два первых выпусков «Парфенона». Надеюсь, будете продолжать. И будет ли продолжение этого фильма? Нет, эта история закончена. На меньшее история вы продолжаете? Нет, 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 нет. Есть исторический сюжет. Вот исторический сюжет, который начался от Екатерина, от раздела Польши, когда вдруг с нуля Россия одномоментно превратилась в самом большем юридическом населении в мире. И до исхода конца 80-х-90-х годов – это вот один сюжет. И эта история, которая ушла в прошлое, от такого больше не будет никогда. Вот. Ради Бога. Мы-то останемся. И все уважением к концу. Вот. Значит. А вот то, что дальше – это современность, которой историей не стало и сюжет, который не захочет. Так. 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 Таким образом, антигерманский сентимент может превратиться в тот же период. Но потом быстро оказалось, что это фемера, ничего из этого не получается, и государственный прагматизм и диктатура привел к тому, что проще вернуться опять к тому, как было. Таким образом, диктатура привела к тому, что правительство решило вернуться к тому, как вы решили снять эту трилогию. Да. Мне интересно, почему... Почему для вас лично был важен этот сюжет, и как вы решили снять вот эту трилогию? Таким образом. А где был этот сюжет? Почему вы решили снять эту трилогию? Я всю жизнь снимаю документальные фильмы посвященные русской истории и русской культуры. И для меня это был всегда очень интересный фильм, как вот не то немецкий танчанин, не то танцкий немец, у нас составили лучшие слова и русского языка, какие мы пользуемся, то есть кто? Я так имею в виду. Это ведь непредставимо, чтобы русский составил слова немецкого языка или танцкого? Как наше всё может быть мулатом? Но ведь не может быть мулатом там, где и не может быть мулатом шестер. Да я это не представил. Вот. А кто-то задумывается у нас о разных принадлежностях. Потом он ехал в пресопраздник. Под семью липовых холей он думал бы охлаждению лета от дальней Африки своей. По-моему европейской кузв дюч clicks. как русский язык Для меня это всегда самое интересное, вот эта широта русской цивилизации, в которой можно прийти откуда угодно, и если она признает тебя своим, то происхождение уже не имеет значения. Поэтому эти фильмы, вот просто взгляд русского журналиста, русский фильм, по-моему, в титрах ни одного Еврея нет, а нет, Аня Турбич, композитор, и все. Так же в названии русский раньше, чем Еврея. Так же, это фильм из-за того, что длина или сюжет. Каких-то известных людей, которые вам бы хотелось включить, но пришлось не включить на каких-то причин. Нет, понимаете, какая штука, это не то, что бы захотелось, но пришлось не. Во-первых, есть длина, во-вторых, берешь репрезентативные примеры, не может быть инвентаризации полной. Мне уже, по-моему, в Питере как-то сказали вопрос, который меня поставил в полный ступан. Что так тепло о Френкеле, и ни словом не упомянуть Феррисом? Это нельзя, но ты объясняешь на примере Френкеля, и надо понимать, что есть замечательные еврейские молодисты, которые написали замечательные русские песни. Но вот теперь взвешивать, сколько должно быть Басна, а сколько должно быть Фрадкина, для того, чтобы никто не был отбежен, ну, это смешно. Поэтому герои, конечно, репрезентативные, и ни на какую ни полноту списка это не может претендовать. Это же научная монография, должно идти кинопровествование. Есть законы и жанры, а не то, что я решил хватить с него. Потом есть просто телевидичность, какие-то вещи. Я взял в том числе, например, детскую литературу в примерах периода, потому что, во-первых, можно было взять мультфильмы, и всем сразу понятно, что... Это, в принципе, показательный пример, чтобы иностранный герой был так переведен по-русски, что стал детским русским фольклором. Это какая-то особая должна быть сила о стране, где и так вновлены двери, заиметь еще Винни-Пуха в качестве русского фольклора. Поэтому только Борис Ахадеев. Were there any people we wanted to include in this film, they were not able to? And the answer is, well, I did not have particular interaction I could include, but there were certain constraints, so the length of the film, and also I wanted these characters to be an example of a type of star. And there was just a situation in the Petersburg where someone approached me and said, well, how could you include Frenkill in your film, but not Baalsman? Ну, конечно, я имею в виду френту, чтобы он был одним из людей, но я не имею в виду, что он был одним из людей, который был рядом. И я не могу сидеть там и выявить ситуацию, чтобы понять, что персонажа была более важна. Так что эти персонажи были архнепные. И, конечно, это не академик. Но есть определенные структуры. И, конечно же, люди смотрели хорошо на камеру. И я не могу сделать какие-то решения. Например, я думаю, что это было очень легко для людей, чтобы понять, как эти персонажи были транспортированы в русском контексте. После того, у нас есть много рыб в России. Но только с Азербайджаном выяснилось, как они были. Уважаемые коллеги, позвольте вопрос, пожалуйста. Вопрос следующий. Для кого и для чего, ваше мнение, сделана эта панорама документальная? Для какого... Я понимаю вопрос. Я прошу прощения, я хочу уточнить и расширить. Для какого возрастного ценза? Для какого... Я понимаю, для какого это, значит, ценз, пол, национальная принадлежность, уровень образования и так далее. Понятно? Спасибо. Это, как всякий делепродукт, он делается для пионеров и пенсионеров. Кому-то интересно, потому что он это знает. Кому-то интересно, потому что он не знает. Видел какие-то наши предыдущие фильмы, они пограли и совершил, что эти ребята вроде что-то такое могут сделать занятное. Кто-то увидел трейлер, и ему показалась эта история заслуживающая внимание. Могут быть любые мотивы. Фильм — это самоцельность. Вот я его сделал, а по какой причине кто будет смотреть — это много вариантов. Это дело выбора. Лишь мы смотрели. Всё-таки дело. ha это концентрирование принадлежной работать от嘛щей. Уб jeg Quitter seanok! Мне интересуют 6 Analф Коммуяр Gottes Заход к нам, поэтому люди называютなんだ. Вообщеы. один мотив все таки есть мы последнее поколение которое эта тема досталась в этом и зафиксировать эту цивилизацию которая уже ушла и так не будет никогда это оказалось важно потому что следующее поколение уже уже поколение детей колени те кто моложе на 20 до кольца часть моих групп и поэтому еще нам хотелось это сделать но максимально актуально по выразительным средствам для того чтобы это для молодой аудитории было все-таки не скучным зрелищем ну нельзя делать данную старинную историю на старинный фильм а в и 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 Мы уже говорили, давайте я готова вам задать вопрос, вы готовы ответить? Давайте еще хоть кому-то пропустим, а то мы так будем разговаривать друг с другом. Леонид Дональдович, большое спасибо за фильм, вы прекрасный. Может, сразу же моя подруга притащила сюда. Я вам задам вопрос открытый. Я очень надеюсь, что вы только вы увидите, о чем я вас спрашиваю. Мне очень интересно знать, что вы думаете по этому поводу. Я Гой. Я... Это сразу определяется, дает рамки вопроса. Я воспитана в огромном уважении к еврейской культуре. В нашей семье было всегда огромное количество... Без реверанса, задайте вопрос. Хорошо, сразу с места в карьеру. И потом у меня есть как бы прием на еврейская семья. И вот здесь уже я, как растущий человек, взрослый человек, я увидела весь этот мир защитного шовинизма. То, что я так называю, не сейчас мы говорим о религиозном аспекте, а я говорю о нерелигиозных евреях. И я увидела мир того, когда еврейская девочка должна выйти замуж только за еврейского мальчика. И наоборот. И я понимаю защитное шовинизм. Я понимаю, ваш фильм очень хорошо передает эту эмоцию, когда у людей нет своего дома. И их не принимает общество, где они живут. И счастье, у которого они хотят быть. И я понимаю реакцию на это. Мне хочется узнать ваше мнение о том, как вы думаете, есть ли предел, когда со стороны еврейских коммун это начинает быть некоторым перебором населения на… Это дело еврейских коммун. Знаете, когда из местечек уходили эти ребята делать карьеру, композиторы, кинематографисты, революционеры, все на свете, фотографы, доктора и так далее. Они их тоже рвались коммунами. И им вслед неслись проклятия, их лишали наследство в виде Кожевинного и Мистерской или еще что-нибудь такое. Это их дело. Внутри любой национальной коммун может быть ситуация, в которой человек говорит так, все, надоем мне ваше тесное мерке, я хочу большого, я хочу быть свободным от спугающих меня каких-то национальных худ, я гражданин мира, я хочу делать большую карьеру. Это его решение. Ничего тут регулировать нельзя. Кто-то умиляет за заботливостью еврейских ломашек, а кого-то это раздражает. Кто-то находит это смешно, кто-то находит это проботельно. Тут нет никакого закона. Вам нравится, ну будьте свободны, скажите, что вам нравится, и вы не будете этому подчиняться. Но что тут можно? Эта этика, она не регулируется правом. Вопрос. 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 Иногда мы решили, что мы хотим уничтожить все, что у нас было в прошлом, и уничтожить новую группу. Некоторые люди любят, как юридические ледеры делают. Некоторые люди удивлены. Некоторые люди просто не любят. И я думаю, что это выбор, которую люди хотят сделать. Как-то время в Кузне, если кто-то еще настаивает, давайте мы как-то близко попытаемся. Да, пожалуйста. Вставайте. Мы рады видеть в Вашингтоне. Короткий вопрос. Есть ли какие-то планы по поводу съемок фильма, допустим, об эмигрантах? Нет. Об эмигрантах, я имею в виду в России, и вообще о ксенофобии, которая сегодня царит в России. Почему вы решили, что в России царит ксенофобия? А что? Вот прямо на царит? Вы советский человек. Вы помните, вы можете представить в советское время министром обороны Тувинца? Вы можете представить главой Сбербанка, то есть все сберегательные кассы, все сберкнижки, все русские рубли в немца Грефа? В советское время нет больше этого общественного мнения, которое говорило, что Башкерка Набирулина в Центробанке, а немец Греф в Сберии унесут все русские деньги. Нет такого представления. Никто не задумывается о национальности шоу, или шоу, как бы его не ударят. Есть такой русский Сергей Кошмедович, есть такой русский Оскар Германовский. Дело царит в шовинизме. Не видали в других временах, в России. Царит в шовинизме. А после этого мы говорим о предрассудии, какая стереотипа восприятия. Такой вопрос. Думаю, я не знаю, я не знаю, какие плохие 중국ы. Авакия, да. В следующем вопросе, ты не понял, что с милой, вы не понимаете, что у нас сейчас? В то время мы уже не знаем, что у нас нет тысячи новых стран. Но вы не понимаете что у нас найти в Собианском конкунести, что мы сейчас имеем в правиле. Если у нас было в Собианском центре, который был в Европу, Вы мне не забыли, что забыли. Я не занимаюсь прикладной дайкой, я не исследую еврейство, я правую структуру. Вот Высокский язык. Это энциклопедия советских жизни. Владимир Семенович, дед его тоже был Владимиром Семеновичем, но на самом деле был Кушневым. Вот так устроено. Второй фильм заканчивается у нас на титрах. И тут, кстати, прочтение Высокского. Такое замечательное стихотворение еврейского киевского еврея Семенова Кудзенко. Одно из самых пронзительных или самых жестких стихотворений русской военной религии. Нас не нужно жалеть, ведь Бог никого не жалеет. Как перед нашим комбатом, как перед Господом Богом чистым. Вот. Это... Но сказать, что это воспевание какой-то там русско-еврейской истории, нет. Никто про это не думал. Воспейн становился Мукёсовым и не жалел, что перестал быть Воспейном. Вот так это было. Хотя, наверное, тем, кто против ассимиляции, это неприятно. Но так было. Но ничего... Мы не можем ему приписать заднее число, к сожалению, по поводу расставания с коренной фамилией Воспейн. Воспейн. о нем и в конце и в и и и и и и и в котором она говорит, что «do not feed us», «do not feed them» и так далее. Поэтому я не специализирую в русско-жевую историю, и для всех этих людей, которые пытаются владеть им, которые меняют им, которые меняют им, мы не можем подсказать ощущения или думать к ним в республике. Это все-таки культурный, владеющий французским и русским, с хорошим образованием, который из этой среды вышел и теперь смотрит на эту среду и ее описывает, для того, чтобы она была понятна. Это осталось не литературой не внутри этой среды, а она бы объяснила эту среду, вот огромную Россию оставила у нее. Ну, давайте, если кто-то настаивает, по-третьему вопросу совсем... А чем будет ваш следующий фильм? О русских грузинок, я предполагаю. Когда вы? Когда начнем снимать? Хотел начать снять с зимой, не вышло, может быть начну с осени, не знаю. Пока не знаю. Сценарий написан первого фильма практически полностью, и вообще весь сценарный план разработан он не ясно. Вот первая сцена, это последний. Вашингтон будет опять под пенонуар, к сожалению. Вот это неправильно, но я не расчетливо поступил, начав в Москве с пенонуара, и не сообразил, что здесь как-то зябко сейчас белое пить, а из красных новосведских, кроме пенонуара, душа вообще нечетливо. Остальные пенонуарки. Ну, вот так. К тому же пенонуар, видимо, канадский. Ну, так, для разнообразия. Я тут вот сюда из канадки прилетел. Это речь идет о море пенон. Это не имеет отношение к культуру. И даже к культуру. Здравствуйте, у меня вопрос о творческом процессе. Вы с одной и той же командой делаете каждый фильм? Да, конечно. То есть, вы вместе со всей командой, вы продумываете каждый фильм отдельно и не... Но люди не приходят к нам. Нет, это разные стадии. Сначала я все продумываю сам. Вот, я должен написать. Это должно отстояться на бумаге. Оно должно быть отфиксировано, а не делиться какими-то предними, а вот знаешь, что-то хочу. Так не бывает. Можно, чтобы это было уже зафиксировано в каком-то окончательном виде. Там, конечно, возможно потом перейдет и при съемках, но все-таки на стадии сценария... Я еще не работаю теперь, я сам. So the question is about the creation process, the creative process. You work with the same team every time. And the answer is yes, I work with the same team. But, actually, first I have to develop the idea myself and write it out for people. So I can't ask to be well formulated and clear. I can't just write a stream of consciousness. So before we get to the filming, when I work on the script I work on. I have to move on to your questions. And, yeah, let's go quickly. And I will be delighted. Thank you very much. Хотели бы, чтобы этот фильм научил чему-то русскую власть, российскую власть сегодня? Может быть, русских евреев? Не знаю, это зависит от восприятия. Нельзя ничего заставить. Кому-то это понравится. И, может, даже чему-то там, не знаю, научить. Но это что-то придет у... Никакого специального педагогического месседжа или он туда не вкладывал. Ну, мало ли какие люди выводы из этого сделают из себя и что их в голову придет. Да? Нам не донорога туда это привезет. Это смартфон. Essentially, there's no clear message or aim of this movie, per se. People can draw conclusions from it. So my friends should leave it. Да, пожалуйста. И я вернусь вот к вашему вопросу. Да, отвечу за него. Возвращаясь к творческому процессу. Замечательный параллель Бродский и Жуков и... Державин Суворов. Да, Державин Суворов. Это вам... И особенно то, что вы еще ритм, стихов, все это уловили. Это вам самому голоду пришло. Как вот это... У меня тут у меня есть маленький гномик. Он сидит... Державин Суворов. Державин Суворов. Державин Суворов. Державин Суворов. Какой же я предлагал автор и ведущий, если бы не я сам это написал. И сам это написал для себя. Я, зная, как я потом буду читать, пей барабаны военные. Все эти кромко-систильные манерские грязи. Кто мне это сделает? И... Ну, как вы... И... 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 Спасибо.